Очень давно я хотел этот автомобиль на обзор и технически его разобрать максимально подробно, но чем больше я у него стою, мне вроде надо разговаривать на серьезных щах, тем меньше у меня это получается, потому что машина вызывает исключительно улыбку. Я просто видел, как владелец автомобиля залетел, счастливый, довольный, радостный, все у него хорошо. Это не машина, а просто игрушка. И что касается игрушек, спонсором сегодняшнего ролика является игра Raid Shadow Legends. Если вы устали от розовых поняшек, радуги и всякой разноцветной слащавой фигни, подгрузитесь в мир реалистичного хардкора без всяких соплей. Что круто, вы можете играть как на мобилке, так и на ПК. При этом аккаунт синхронизируется, и вы не потеряете опыт и приятные плюшки. Поиграли дома, поехали на работу, залипли по пути в отличную игру. Испытайте себя в нескончаемых турнирах, соревнуясь со всем сообществом игроков в Raid, сражаясь в Незде Паучихе, на плато Ледяного Голема со всемогущим лавовым рыцарем и печально известным драконом. А еще в мае Raid запускает патч 1.15, который открывает новые возможности турнира на арене. Зарабатывайте очки в соответствии с вашим уровнем и выигрывайте потрясающие награды, разваливая чужие кабины. Чего ждать? Прямо сейчас переходи в описании под видео, качай Raid только по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, 2 ключа кланового босса, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона-палача в качестве бонуса. Торопись, бонусы действуют в течение месяца. Ссылка в описании ролика. И когда я узнал, что нам все-таки ее предоставляют снять, ну, радости моей не было предела. Я сидел и думал, что бы мне про эту машину рассказать, потому что, по сути, машина довольно-таки надежная для этих лошадиных сил. Она даже гипернадежная для этих лошадиных сил. Я сидел и думал, аналогия, аналогия, аналогия. Ну, надо какой-то тезис вывести. Знаете, какой тезис? Мотор в этот автомобиль перекочевал из Порша. И это очень большой плюс, потому что Порши дают около 15 лет гарантии на некоторые свои автомобили. Понятно, сначала у тебя там 2-3 года бесплатной гарантии, потом ты уже ее покупаешь ежегодно. Но, блин, взять там в год 100 тысяч рублей и после этого купить мотор за 2-2,5 миллиона не совсем логично. Соответственно, мотор должен быть очень надежный. К чему я все это? Есть такой автомобиль Audi RS2. Старые вагодрочеры понимают, о чем я. Это пятицилиндровый мотор. И, блин, это первый быстрый сарай в мире. Первая RS в мире. Ну, ладно, не первая. Это одна из первых серийных RS в мире. И именно на нее тоже мотор разрабатывал Порш. То есть, получается, этот автомобиль спустя какое-то время вернулся к неким исходникам именно RS-овского стиля. Еще что хорошего про эти моторы можно рассказать абстрактного. Его в простонародье сейчас начинают называть 4.0 TFSI без двух горшков. Почему это хорошо? 4.0 TFSI это моторы, которые ставятся на А8, С7, С6, РС6, РС7, С8. Эти моторы себя зарекомендовали с точки зрения тюнинга как гипернадежный аппарат, который может держать тысячу лошадиных сил с довольно-таки небольшими доработками. А изначально в стоке эти моторы начинаются от 420 лошадиных сил, если мы берем S, и 560 лошадиных сил, если мы берем RS. То есть, по сути, вы покупаете просто охрененную тачку. Здесь не V8. Она начинает рулиться, но ее нахрен никто не понимает. И в России у этого автомобиля единичные продажи. Я буду отвлекаться на всякие мелочи. И у меня вот есть ощущение, что на вот это фара А4, по сути, здесь у нас декоративная накладка. А нет, подожди, это воздухозаборник полноценный. У нас здесь воздухозаборник, и почему-то мне кажется, что она может быть в сборе с фарой. Мы это по каталогу проверим. Мне очень интересно, потому что если это в сборе с фарой, то фара здесь уже будет стоить от обычной Audi X2, потому что все, что и РС, если вы себе рассматриваете этот автомобиль, он стоит, как правило, в 2-3 раза дороже в обслуживании, чем обычный. Почему? Давайте разберемся. Мотор здесь у нас 2,9 объемом, 450 лошадиных сил. Как я и говорил ранее, этот мотор к нам пришел от Порша. Соответственно, этот мотор будет очень надежный и очень ресурсный. Что про него нужно знать? Он очень теплонагружен, потому что под кожухом у нас турбины находятся в развале блока. Две турбины в развале блока – это уже современные реалии, с ними кое-как научились жить. Почему кое-как? По крайней мере, у ВАГа, если мы берем РС, на первых поколениях была проблема с тем, что коксовались трубки слива масла на турбине. Из-за этого, как бы, ну, ничем этим, это хорошим не кончалось. Кончались турбины, кончались они примерно на 70-80 тысячах километров, в зависимости от стиля езды. Бывало, что и на 40, если машина прям активно дубасила. После этого на РС, как эту историю уже поправили, рестайлинговые турбины ходят действительно долго, с ними никаких проблем нет. По этому мотору, ну, давайте честно, на машине полторы тысячи пробега. То есть, как бы, здесь вообще не имеет смысла говорить про какие-то больные места, но, зная по опыту на Панамерах, на Каенах и так далее, на Маканах-Турбачах, все с этими моторами, блин, хорошо. Вот прям максимально. Интересно, кстати, сколько стоит обслуживание. Я себе специально выписал, я на память не запомню, сколько эта история стоит. По запчастям давайте мы пробежимся. Большое ТО с заменой свечей, с заменой всех жидкостей, всех фильтров, выходит по стоимости 19 тысяч рублей. И мы говорим, естественно, это все про оригинал. Масло вы уже выбираете сами на свое усмотрение. Да, я себя лишний раз проверю, я, по-моему, масло... Нет, я масло добавил. Масло я добавил Mobil ESP Formula 5W30. Почему его? Потому что, опять-таки, дилеры Порша заливают Mobil, дают огромное количество лет гарантии на свои моторы. Это очень серьезный убедитель. При этом вы не испытаете проблем, как на многих быстрых автомобилях, с запчастями. Запчасти здесь всегда в доступе, они в наличии. Я специально все проверял. Все детали, за исключением некоторых, но они скоро уже появятся в наличии. Два-три дня все приехало. Два-три дня все приехало. Те, кто катается на быстрых и не очень популярных автомобилях, поймут меня, что бывает так, что какую-то мелочь, типа даже до смешного, в свое время колодки там на RS можно было ждать месяц, потому что они тупо заканчивались. Колодки на предыдущих поколениях были фантики. Они очень быстро стирались. И, ну, они быстро стирались, потому что на них быстро ездили. Как бы эта машина, я не знаю, надо на ней прокатиться и понять, все-таки она хоть как-то тебе говорит, что я могу спокойно ехать, либо она тебе говорит, что-что-что-что, давай подорвемся. Это нужно проверить. По мотору я считаю, что можно закончить, потому что, ну, больных мест нет. Если вы будете менять на нем масло, уйдай, потрогаю RS. Если так хочу четверку, просто пипец. Я заодно торговался, 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 но она все еще в продаже, и я жду, пока мне и продут по цене, которая интересна мне. Масло, если будете менять раз пять тысяч, вообще ничего не надо делать, просто ничего. И мы, кстати, обязательно посмотрим регламент замены по дилеру. Будет очень смешно, если в этих моторах масло раз пятнашку менять. Прикинь, я вообще не удивлюсь, если вак такой, давай пятнаху. Вообще, как нефиг, в нашем RS6 была пятнаха, прикинь. Пятнаха. Мы это проверим и обязательно в описании ролика это напишем. И по стоимости запчастей тоже, я думаю, мы прикрепим к таблице. Если у меня за что-то глаз будет зацепляться, и мне что-то будет интересно, я это обязательно скину. Я думаю, что мы решетку RS4 обязательно добавим, даже с номером пацанам, если они захотят заказать. И баллончик черной краски, чтобы красить усилитель, и все это выглядело красиво. Ну, решетка прям вообще секас. Прям такая лютая, грубая. Но мне кажется, она, кстати, как в предыдущих RS-ках не встанет в обычный бампер. Вполне возможно, что придется покупать RS-овский бампер. Потому что в некоторые машины от RS-ок и от S-версии встают сами решетки, а в некоторые нет. И что еще хочу отметить по внешнему виду. Как сказал владелец, у нее правильный карбон. На них есть несколько типов карбона. Есть карбон с алюминием, есть просто карбон. Здесь же это просто везде. Губа карбоновая, зеркала карбоновые. Она еще в Shadow Line. Я не знаю, мне, кстати, интересно, по фарам они притонированы, либо это просто такой черный цвет для того, чтобы машина была максимально агрессивная. Ну, выглядит она просто пушечно. Ты когда вживую на нее смотришь, она по размерам такое ощущение, что это шестерка, а не четверка нифига. То есть она намного больше, чем обычная A4. Она шире, и за счет этих форм она кажется действительно больше. Очень крутая тачка. Последнее, что мы отметим по мотору. Все говорят, что эта машина рулится. Все говорят. Но при этом вы обратите внимание, в старых добрых традициях вага у нас, естественно, мотор находится за передней осью. Он нифига не утоплен. Но за счет подвески, за счет заднего дифференциала владелец уверяет, что она винчивается в повороты просто божественно. В отличие от V8. Это вот как раз к размышлению о том, нужна ли вам RS6 уже в предыдущем кузове, либо за эти деньги можно купить RS4 в новом. И, ну, сравнение с RS2 очень интересное, конечно, но ты понимаешь, насколько, я не знаю, инженеры, маркетологи, да неважно кто, выпидали машины до такого состояния и до такого внешнего вида, что у тебя начинает прям будоражить. Ну, вот банально кожух, да? Кожух просто бомбически выглядит. Такое ощущение, что у тебя там Optimus Prime заснул под капотом. Даже банально силовой провод красный, он настолько в тему смотрится. Электронный блок управления, который уже снаружи, на который, типа, все ругаются, пытаются поставить непонятно зачем кожухи. Ведь немецкие инженеры, наверное, задумали так, чтобы вы страдали с электронным блоком управления. Это все настолько футуристично выглядит. И... У меня, честно, у меня очень давно не возникало каких-то будоражащих эмоций от открывания капота. Здесь они произошли. То есть вот настолько все это сделать... Ну, сложно. Вот надо на мой ракурс встать, ты смотришь, как отражается решетка, такой смотришь под капотное пространство, и вау! Если бы у меня была RS4, наверное, наш паркинг приходил, такой капот с дюром, да, хорошо. Закрыл, поехали. Что касается подвески, в принципе, она здесь плюс-минус стандартная. Что здесь у нас отличает от стандартной подвески Audi A4, про которую мы уже сняли? Два пока ролика, да, мы сняли? Не, подожди. Дизельная, 1,4, 2... Там народ очень сильно просит B6, по-моему, или B7, что-то. B7? Сняли B8, B9, да? Да. Все уже оставили, да? B7, B6, не, мы снимаем. У нас, типа... У нас рабочий диалог. Мы тебя закрякаем, не переживай. Кто будет материться, кто будет уточкой. Короче, B6 потом, B7 потом, когда нам попадутся реально живые машины, потому что, как мы поняли, когда ты снимаешь машину в ее реальном состоянии, вот как по A8, да, много же агрессии было. Причем, сейчас самое удивительное, мне люди в личку начали писать, кто катается на этих автомобилях. Женя, что ты, типа, за машину там выбрал? Какого хрена и почему? Объясню. Во-первых, мы искали почти год D2. Я у всех знакомых спрашивал, всех дергал, как бы. Ну, писать людям где-то там, не знаю, на агрегаторах, где продают машины, это некорректно будет. Мы нашли D2, мы ее сняли в ее реально, как это, реальной среде обитания. То есть, зачастую 99% этих автомобилей находятся не в идеальном состоянии. Пацаны, если у вас машина классическая в идеальном состоянии, вы огромные молодцы и просто красавчики. Но реалии говорят об обратном. Вот, ну, мы эту же историю обсудили с владельцами тачек в идеале, особенно в Беларуси их много, и они в целом со мной согласились. Вернемся к RS4. Что у нас здесь, какие отличия идут по подвеске от классической Audi на Quattro. Начнем с того, что у нас DRC-подвеска, Dynamic Ride Control. Это подвеска с регулируемой жесткостью. И именно с жесткостью, не с высотой. Высота здесь не регулируется. Что касается самой жесткости, там комфортный режим, типа средний режим, и мама, я на табуретке. Мама, я на табуретке можно ощутить очень хорошо, потому что здесь у нас резина 275-30 R20. То есть это довольно-таки низкая резина. Но я катаюсь на 35-й, и я не могу сказать, что это большой дискомфорт. Вернемся к подвеске DRC. Она не дешевая в обслуживании, она не дешевая при замене, но она очень надежная. То есть если адекватно подходить к обслуживанию автомобиля, то все окей. Аморт стоит порядка 70 тысяч рублей каждый. Вы можете поставить не оригинал, уже научились их глушить, но тогда вы потеряете фишку DRC. Это очень часто было распространено на автомобилях Audi опять в жирных комплектациях. Audi Q5, у кого DRC стояла, когда уже машина переваливала за 8 лет, естественно, никто не хотел там под 400 тысяч вваливать в подвеску. Поломок по ним нету. Есть единичные случаи, но это на уровне, как бы, это вопрос не к машине, а вопрос к тем, кто ее ремонтировал. Это мы говорим где-то пробег до 150, после 150 уже, естественно, либо от возраста будут возникать вопросы. И, как я говорил ранее, они будут недешевые. Из интересного, здесь есть специальное масло, которое заправляется в эту систему, но оно у нас на весь срок эксплуатации. Менять его или нет, решайте сами. Единственное, что это можно нормально сделать только в стенах дилерской станции, потому что там нужен специнструмент. А сами понимаете, что машина новая, специнструмент, как правило, под каждую платформу идет свой. И в ближайшие 4 года эти машины будут кататься в основном на дилерах, потому что гарантия на эти машины 4 года, либо 120 тысяч километров пробега. А также по подвеске у нас будут отличаться саленблоки. Это будут чуть более жесткие саленблоки. Как правило, их все отдельно можно поменять, поэтому если вы хотите себе более жесткую сбитую подвеску, то можно в целом попробовать собрать ее от РСК. 90% саленблоков, скорее всего, вы поменяете, и некоторые моменты все-таки будут меняться рычагами. Говорить про то, что оно надежное, на самом деле глупо, потому что мы это говорили в двух предыдущих роликах. Пока мы находимся под низом, мне очень прикалывает выхлоп. Резонатор, смотри, какой махонький такой. Ты его как будто можешь взять и в карман положить. Я давно таких резонаторов не видел. А, еще здесь у нас активный задний дифф, который, если вдруг что-то с ним пойдет не так, тоже стоит денег. Но, кстати, их уже многие на предыдущие поколения доустанавливают. Это можно сделать. И есть ребята, кто это качественно делает. Единственное, что у меня есть вопросы к качеству герметика. Как проложен шов, но я думаю, что это все будет работать нормально, но выглядит это порнушно. Хотя давайте будем честными. Чего я придираюсь? Это я там, дай мне тачку, я залезу под нее, а не сяду за руль в первую очередь, чтобы посмотреть, что там по технике. А обычно, обычный владелец всей этой истории не видит. Ездит, наслаждается и радуется автомобилю. Что касается передней подвески. По сути, это такая же А4. Ничего здесь сверхъестественного нет. За исключением ДРЦ, про которую я говорил ранее. Можно будет, если у вас А4, то я думаю, что усилить саленблоками от РС. Но опять, это надо будет посмотреть. Если кому-то будет интересно, напишите. Я задачусь, посмотрю, что здесь да как. Все это будет ходить долго. Вот максимально долго. Скорее всего, это будет уже умирать от возраста. Потому что слабое место, как обычно, это саленблоки верхних рычагов. Они стоят, как правило, если в оригинале мы берем на данный момент, допустим, это РСК тысячи по полторы за штуку. Больше они вряд ли будут стоить. Потом попадут на нижние гидроопоры задних рычагов. И все. Все остальное будет очень долго ходить. Но опять, вот эта история вас коснется далеко после 100 тысяч. Даже после 150 тысяч километров. При нормальной езде, если вы замечаете кочки на этой 30-й резине, то это ближе к 200 тысячам километров. А там уже у нас будет возраст. И это, скорее всего, будет возрастная история, нежели из-за того, что какая-то резина плохая. Здесь я считаю, что можно сразу же поговорить и про тормоза. Тормоза у нас спереди идут 375-е. И по сути, тормозные диски у нас идут от Q7. Диски стоят по 22 тысячи за штуку. То есть там 22 с копейками. На круг они выходят около 45 тысяч рублей. Это оригинал. Не оригинала я посмотрел на данный момент. Нет, естественно, потому что новая платформа туда-сюда. И не самые востребованные тормозные диски, чтобы какое-то производство запускало в массы. Это нужно понимать. Машины штучные. Колодки здесь 8W0 начинаются. Это говорит нам о том, что они все-таки идут от 8W кузова. Это А4 и А5. Колодки стоят 21 тысячу рублей. Оригинал. Для RS-ки это окей. Так, чтобы понимать, на предыдущем поколении на RS-4 колодки оригинальные стоили полтиник. Потому что там были восьмипоршневые брэмбы эти, которые все очень сильно любят, с которыми куча геморроя. И колодки там все равно вылетали только в путь. Люди, кто катался очень активно на этих машинах, все-таки ставили наперед керамику. Зад оставляли дисковыми. Вот, знаешь, что самое интересное? Задние тормозные диски, как ты думаешь, сколько стоят? Я вот сейчас просто боюсь ошибиться, я гляну. Ну, если перед по 22... Да. Вы будете второже. Ну, давай, твои предположения. Не знаю, мы должны 15. 36 тысяч за диск. Почему? Не знаю. Они 330-е. Может, они не универсальные? Свои? Там 8W номер идет. Они типа свои. Окей. Но, блин, я себя перепроверил. Я как бы притворился владельцем РСКи, чтобы мне посчитали тормоза на дилерах. Везде все одинаково. Я думал, может, знаешь, как бывает, что в ЕДКИ нет, например, замены номера, да, но уже есть внутреннее распоряжение там для дилеров, что вместо вот этих запчастей ставьте вот эти запчасти, и все у вас будет хорошо. Нету. Задние диски по 38 тысяч стоят. Ой, по 38, по 36. И это как бы трэш. При этом задние колодки стоят 5 тысяч. И да, я такой типа что, 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 что вы делаете? Зачем вы это делаете? Для чего? То есть, как бы, вот такие особенности я посчитал даже специально на круг любителей математики. Тормоза на круг 150 тысяч оригинал. С нынешним курсом давай мы это в евро переведем. Это получается 150. Сейчас сколько? 80 евро. На два, на два, грубо говоря. Тысячи евро? Да. Или 20 тысяч? Ну нет, нет, две тысячи евро. Две тысячи евро примерно выходит. Ну для машины такого класса это абсолютно адекватная стоимость по тормозам. При этом владельцы говорят, что вот железа за глаза хватает. Чего люди не могли сказать на 450-сильном V8 предыдущем поколении, да? Ну на восьми поршневых Brembo они просто как фантики летели. Колобки там меняли все и вся. Такие же колобки на RS3-х стоят, на Гоярда и так далее. Ну или восьми поршневые Brembo. Про них всем известно. Здесь уже хватает. Здесь уже все хорошо, потому что площадь, тормозная площадь колодки она больше. На порядок эффективность больше. И несмотря на то, что тормозная система осталась плюс-минус в тех же размерах, все это работает гораздо эффективнее. За это Вагу огромный респект. По коробке. Короче, что удивительно. Коробка здесь 8 HP стоит. И я такой, типа ну надо зайти на сайт ZF посмотреть комплект для замены масла в коробке. Его в RS4 нету. Ну, типа ты не сэкономишь. Хотя масло здесь, естественно, у нас на весь срок эксплуатации, как заявляет завод. Не суть. Все знают, что если ты катаешься на быстрой машине, масло в коробке меняет хотя бы раз 60 тысяч километров. Я начинаю искать. Че кого? Нахожу комплект масляного фильтра. Он идет вместе с поддоном. Его можно купить ZF-овский отдельно. Такой же идет на Q7. Масло, соответственно, тоже ZF-овское есть. А типа вот в RS4 комплекта нет. Я думаю, либо они не успели еще его добавить, хотя она уже выпускается два года. Либо просто есть некие договоренности, что это добавлять не надо. Поэтому коробка здесь очень надежная. Очень. Она хорошо переключает. Понятно, это будет не робот, но это будет очень сильно приближено к роботу. При этом масло в коробке лучше менять раз 60 тысяч километров. Можно купить ZF-овский комплект, ну, собрать его отдельно, отдельно купить фильтр, отдельно купить масло. И выйдет это по деньгам порядка 18-20 тысяч рублей. Если мы берем это все в оригинале, для понимания литр масла стоит более 3,5 тысяч рублей. То есть мы в эти деньги даже масло себе не купим до конца. И оригинальный фильтр будет стоить около 15 тысяч рублей. Ну, не самые хорошие деньги. А, оригинальный фильтр, я, кстати, сейчас говорю и вспомнил, что я вас обманул. Потому что оригинальный фильтр выходит на 500 рублей дешевле, чем ZF-овский. И есть всякие там патроны и прочий Китай. Он выходит на касарь с хреном дешевле, чем ZF-овский. То есть фильтр мы покупаем оригинал за 14 тысяч рублей и примерно по 2 тысячи рублей за литр масла ZF-овского. Потому что оригинал он будет стоить там далеко за 3 тысячи рублей. Это если вы очень сильно найдете. Как правило, масло стоит такое порядка 4-4,5 тысяч рублей в оригинале. Из хорошего, что здесь? Здесь, это, кстати, последний из Магикан такой. Прикинь, это вот как РС-2, как мы сравнивали раньше. И здесь все еще Торсон. Здесь нет ультра-кватора, здесь классический Торсон. Особенности классического Торсона то, что периодически там тоже необходимо менять масло в редукторах и в раздатке. В редуктора масло стоит недорого. Там, как правило, идет 75-90. В раздатке масло идет свое. Оно в оригинале стоит 8 тысяч рублей за литр. Как правило, заливается в такие коробки 1 и 1 литр. То есть вам нужно будет купить 2 литра. потратить на это деньги. Но сейчас недавно появилось масло равеноловское, которое с этой ЛС-овской присадкой. ЛС или ЛМ-присадкой. Я уже не помню, как она точно. В общем, оно стоит по 2 тысячи рублей за литр. Поэтому нифига страшно. Если хотите, можете залить себе равенол. При этом сэкономить большое количество денег. По системе Кватра это вещь неубиваемая. То есть Кватра, чтобы положить, нужно очень сильно постараться. Сколько мы работаем, к нам ни разу не приехала машина с положенной Кватрой. И периодически умирают карданы. Но это, как правило, на очень сильно надутых машинах. Либо при крайней неправильной эксплуатации, типа физической деформации. Там, что камень какой-то прилетел, еще что-нибудь. Тогда кардан разбалансируется и все идет не так. А так, ну это прям сильно ходит. Сильно долго ходит. И если вы планируете в современном 2020 году, я как тупой романтик сейчас вам буду говорить, брать эту машину на 5, на 6, на 7 лет, то это можно смело делать. Она будет все это время кататься, не будет вам доставлять никаких хлопот. Возможно, вылезут какие-то маленькие болячки, которые так или иначе на новых автомобилях выскакивают. Но представьте себе, автомобиль состоит из десятков тысяч маленьких элементов, гаечек, болтиков. И все это нужно учесть. Понятно, что где-то здесь может произойти просчет, потому что машины все еще разрабатывают люди, а не роботы. Но это, это прям вообще мелочи. Из хороших моментов, например, в отличие от Audi A8, здесь нормальный человеческий выхлоп. Вот если стоит банка, значит банка, это тебе не дефлектор, такой накладочка, а потом вниз что-то пукает. Это, конечно, вообще мерзительно. Я не знаю, зачем Audi это сделали. Кстати, очень много стрел по миру негодования на эту тему было не только в России. Я думаю, что в следующих поколениях они это исправят. Они все-таки прислушиваются к клиентам. Блин. Были пришли бабки. Вот это, наверное, в топе тачек. Короче, первое, это Porsche 911, второе, это RS4, третье Ford Raptor. Непонятно зачем, непонятно почему, но Ford Raptor. Она реально одна из топовых и все очень просто. Если взять RS6, она будет быстрее, она будет больше, там будет лучше играть Бэнк, это те качества, которые мне интересны в автомобилях, да? Она не будет рулиться. Вообще не будет. RS6 не рулится. Забудьте. RS6 это король драгов. Как бы, ты можешь выехать, соревноваться с GTR-ами, вкладывать бесконечное количество бабок в тюнинг, как бы, да, окей, вы там по очереди будете проезжать друг друга на какие-то сотые секунды. Эта машина в эту лигу не залетает. Она больше залетает в лигу рулящихся автомобилей. При этом на трек вы на ней не поедете, как на Porsche. Тоже непонятно. Эта тачка, она оказывается в просаке. Но у меня почему-то, видимо, любовь к тачкам, которые оказываются вот в этом самом просаке. И обычному водителю она подарит огромное количество эмоций. Прям огромное. Профессиональному водителю маловероятно, но профессиональный водитель уже выбирает немного другие автомобили. Хотите быструю тачку? Нафиг SQ5? Нафиг все эти быстрые паркетники? Берите RS4. Вы не пожалеете. Клиренс, кстати, у нее действительно хороший. Я могу только, знаешь, бесконечно так про нее хорошо рассказывать. Рассказывать, потому что, ну, мне прям очень импонирует эта машина. Поэтому я думаю, что надо закончить этот ролик, потому что я сейчас буду находить всякие мелкие детали. Типа, смотри, как вот здесь. Смотри, здесь черные молдинги. Смотри, здесь то. Смотри, здесь это. Об этом рассказали очень много всякие другие автообзорщики. Моя задача была вам рассказать про технические особенности этого автомобиля. Я считаю, что великолепный сбалансированный автомобиль. Поэтому еще раз спасибо большое, что посмотрели этот ролик. И до скорых встреч.